Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инковод компании Тикмил и сами я, Артур Изядулин. Наш сегодняшний обзор будет посвящен немецкому индексу DAX, который включает в себя 30 наиболее ликвидных компаний. Прежде чем рассматривать техническую картину, мы обратимся к фундаментальным данным. Последняя важная порция фундаментальных данных поступила сегодня. Это индексы ожиданий и индексы оценки текущей ситуации от агентства IFO. Один из ключевых опережающих индикаторов по немецкой экономике, это именно восприятие инвесторами диалога климата в стране, приписал отрицательный рекорд. В апреле индекс текущей ситуации упал с 92,3 пунктов в марте до 79,5 пунктов. В апреле индекс делового климата с 85,9 пунктов до 74,3 пунктов. Деловые ожидания пострадали больше всего, как мы видим, индекс ушел ниже 70 пунктов, еще раз таким образом подчеркивая утрату между рыночными оценками компаний и реальным удручающим положением фирм. Все три показателя не оправдали ожиданий и оказались хуже, чем предполагали эксперты. Несомненно, данные очень плохи, как мы видим, но это далеко не последний негативный сюрприз, который нас ожидает. Потребуется время, чтобы выходящие данные фундаментальные смогли дать с очертания экономическим потрясением, вызванным редким двойным шоком спроса и предложения, которые наступили одновременно. Если полагаться на прочую зависимость между индексом IFO и изменением в ВП Германии, падение выпуска может достигнуть как минимум 5% в квартальном выражении, что сравнимо с падением в первом квартале 2009 года. Эти и другие слабые данные сейчас приводят к недоумению некоторых инвесторов, трейдеров, почему рынок этого в упор не видит, продолжает расти. На мой взгляд, ключевообъясняющий переменной на данном этапе роста сейчас является рост фискальных расходов, то есть рост расходов немецкого правительства, который может ставить 30% от ВП. Это меры сильные, непропорциональные, возможно, но эффективные на ранних этапах наступления спада и хорошо сдерживают развитие негативных ожиданий. Этот важный урок правительства взлетели еще в 2008 году, который показал, что негативные ожидания могут принести еще больше вреда, чем если бы возможно было сдерживать. Вчера утром немецкое правительство объявило о поддержке дополнительно 10 миллиардов евро, включая расширение мер краткосрочной занятости, пособий по безработице, увеличение пособий по безработице, снижение налоговой нагрузки на рестораны. А если до этого кризиса, как мы помним, немецкое правительство больше сберегало, чем тратило, наблюдался бюджетный профицит, то теперь парадигма, очевидно, сменилась. Правительство не жалеет боеприпасов, не жалеет ресурсов для борьбы с кризисом. Теперь рассмотрим техническую картину по индексу. В процессе роста с глобальных минимумов, будем так говорить, индекс пребывал в двух диапазонах. Первый диапазон у нас наблюдался с 25 марта по 6 апреля. Второй диапазон, в котором сейчас находится индекс, у нас отсчитывается с 7 апреля по настоящий момент. При пробое сопротивления предыдущего диапазона, предыдущий уровень сопротивления у нас стал уровнем поддержки. Такой классический факт из тех анализов здесь сработал. Видно, что этот уровень поддержки выступал богоприятной точкой входа для покупок вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Ожидаемые меры стимулирования от немецкого правительства сейчас оправывают покупки индекса с текущих уровней поддержки, если индекс у нас дотронется до этого уровня, либо если пробьет его, и при этом цели по прибыли и ограничения по убытку должны быть короткими, потому что есть шанс, вероятность крупной такой здесь ошибки, да, то, что резко идет вниз. И почему короткая цель? Потому что возвращение в диапазон до вот этой неопределенности является вот таким разумным сценарием, где индекс будет ждать более важных, более серьезных новостей, перед тем, как рассматривать уже дальнейший рост. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в своем конедельнике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!